Здравствуйте, друзья! Привет всем, кто меня смотрит. Как всегда горячо приветствую всех любителей часов на просторах интернета. Сегодня у нас на обзоре Seiko. Такая вот интересная классическая модель с открытым балансом референс модели SCVE 053 и обратите внимание написано Made in Japan. То есть это у нас часы японской сборки, что конечно же хорошо. Вообще многие любители часов считают, что если брать японские часы, то только японской сборки. Китайская сборка – это вот уже не то пальто. Это конечно во многом стереотип, но и своя сермяжная правда в этом есть. Хотя бы в том плане, что у себя на родине они собирают действительно удачные, интересные и не самые, скажем так, дешевые модели. Покупал я эти часы на площадке JUM уже больше двух месяцев назад. Стоят они без всяких скидок где-то в районе 23 тысяч рублей. Есть точно такая же модель, но без открытого баланса, зато с датой, с днем недели, как многие любят, эти часы будут где-то на полтора-два рубля подешевле. Ссылки оставлю в закрепленном комментарии, кому интересно, посмотрите. Ну, я думаю, что Seiko в представлении не нуждается. Это самый крупный, самый известный японский мануфактурный производитель часов. Какое-то время назад проводилось такое исследование. У людей на улицах в разных странах, в разных городах спрашивали, какие марки наручных часов вы знаете. И большинство в первую очередь вспомнили Seiko наравне с Rolex и Casio. Но, тем не менее, Seiko тоже вспомнили, т.е. Seiko в головах массового потребителя равно наручные часы, а наручные часы равно Seiko. Что у нас здесь по характеристикам? Значит, корпус и браслет. Нержавеющая сталь 316L, сочетание полировки с сатинированием. Стекло Hardlex, это закаленное упрочненное минеральное стекло, запатентованная технология Seiko, водозащита 100 метров, что очень хорошо, часы не боятся никаких контактов с водой, в них можно плавать, нырять, что угодно делать, кроме погружения с аквалангом. Заводная головка выдвижная, задняя крышка завинчивается, задняя крышка прозрачная, ну и внутри у нас мануфактурный Seiko механизм 4R38A. Т.е. вот эта линейка 4R, ее полный аналог Seiko NH, это максимально простые, спартанские, недорогие, неприхотливые механизмы. Их обожают микробренды, они стоят во множестве разных микробрендов, но я имею ввиду Seiko NH, механизмы прекрасно себя зарекомендовали. Значит, репассаж такого механизма у нас в Московском регионе будет стоить где-то от 5 до 6 тысяч рублей. Конечно, это не так дешево, но согласитесь, что обслужить эти часы вас точно не разорит, и если даже вам захочется купить механизм целиком в сборе, например, как донор запчастей, то нет проблем. Эти механизмы Seiko NH доступны на том же Алиэкспресс дешевле 3 тысяч рублей. Т.е. с запчастями проблем нет, с ремонтом проблем нет, с обслуживанием проблем нет. мастера эти механизмы знают, при этом такой механизм еще и очень хорошо можно настроить. Понятно, что с учетом реальной носки, с учетом реального режима носки, но тем не менее, тем не менее, если настраивать часы в реальной носке, то вполне можно получить точность в пределах 3 секунд в сутки. Это очень хорошая точность любой механики и, в общем-то, большего от механики, наверное, ждать и не приходится. Вот как-то так. Значит, что еще? Давайте по размерам сразу пройдемся. У нас здесь корпус 42 мм, от ушка до ушка, обратите внимание, 52 мм, т.е. ушки здесь длинные. Толщины на худое запястье могут не сесть, толщина порядка 12 мм, т.е. стандартная толщина для современных механических часов, ну и браслет 22 мм. Т.е. такие, ну, достаточно массивные часы, но я такой размер люблю, это мой любимый размер, я его обожаю, я считаю, что вот для моего запястья 19 см это оптимально. Такие оптимальные мужские часы, не большие, не маленькие, они сидят очень удобно. Знаете, когда надеваешь сейка, да и вообще любую породистую марку часов, сразу как-то чувствуется, что часы садятся хорошо. Часы садятся хорошо, видите, у них ушки так немножко загнуты вниз, они так немножко облегают запястье. Ну, мне нравится, мне нравится, удобная посадка. В общем, сейка есть сейка. Все нормально. Значит, что касается отделки, то опять же, сейка есть сейка. Это вот та марка, где не стоит ждать какого-то вау-эффекта. Здесь по отделке все будет на достойном уровне, но при этом абсолютно соответствует бюджету. Даже, может быть, чуть ниже своего бюджета, если, например, сравнивать с теми же китайскими микробрендами. Потому что, ну, скажем так, часы не самые дешевые. Да, они не самые дорогие, но тем не менее, они и не самые дешевые. При этом, ну, отделка здесь, скажем так, на нормальном уровне. Нормальная отделка. Боковина корпуса полированная. Сверху, вы знаете, вот я в начале ролика сказал сатинирование, но это даже не сатинирование, а скорее мотирование. То есть, вот структура этой отделки, она такая не перистая, а она, знаете, такая более равномерная. То есть, не знаю, как это правильно назвать, наверное, все-таки мотирование. Наверное, все-таки мотирование это называется. Обратите внимание, что заводная головка без логотипа, что, в общем-то, типично для бюджетных сейка. Вот. Ну и прозрачная задняя крышка. Все стандартно. Все стандартно, с такими характерными надписями на стекле. Задняя крышка завинчивается очень хорошо. Это удобно. Если вы сами будете регулировать часы, то, конечно, завинчивающаяся задняя крышка – это оптимальный вариант. Ну и на циферблате у нас указано «Made in Japan», на задней крышке тоже указано «Made in Japan». То есть, можно с гордостью демонстрировать всем эту надпись, кто ее тут, конечно, сможет рассмотреть. Значит, что касается дизайна. Вот, знаете, многие этот дизайн считают чуть ли не лучшим в мире. Восхищаются вот этим классическим сейковским дизайном. Считают, что он супер, что он максимально лаконичный, максимально удобный. Ну вот, на мой вкус, на мой вкус, он немножко пресноват. Вот мне как-то не хватает здесь эмоций, не хватает настроения. Но, знаете, с другой стороны, это плюс. Потому что надо просто понимать, что такое сейка. То есть, сейка – это не какой-то микро-бренд, который будет все время будоражить наше настроение, стараться нас привлечь к каким-то вау-эффектам. Нет. Сейка – это солидные, мануфактурные часы, сделанные для солидных людей. И, в общем-то, в общем-то, в плане дизайна тут тоже все довольно-таки, ну как сказать, ну гармонично, я бы сказал. То есть, такая вот гармоничная простота. Вроде бы ничего выдающегося, при этом дизайн такой очень узнаваемый. Читается здесь все прекрасно. Обратите внимание, что циферблат дает такой небольшой отблеск на свету. Небольшой, но он есть. То есть, циферблат не выглядит дешево, не выглядит слишком просто. Хотя, вот эти вот накладные метки и вот эта накладная надпись сейка могли бы быть и более рельефными. То есть, если бы они сделали меточки повыше, надпись повыше, как-то бы это все поинтереснее смотрелось. В данном варианте, хоть и метки и надпись сейка накладная, они достаточно такие плоские. Надпись автоматик, как видите, напечатанная. Ну хорошо, сюда подходят стрелки. Все грамотно сделано, все очень и очень неплохо. И смотрите, как классно у нас здесь. Обратите, кстати, внимание, что стоп-секунда есть, но это понятно для этого механизма. Да, стоп-секунда у него есть. Обратите внимание, как приятно здесь выполнен открытый баланс. Вот опять же, я уже показывал эти часы в ролике про Булова. Я там сравнивал как раз, как сделан открытый баланс у Булова и у сейка. И вот у Булова механизм в базовом виде, необработанный. А здесь, обратите внимание, что те элементы механизма, которые мы видим через открытый баланс, они так очень приятно отполированы. Понятно, что это не какая-то суперполировка, все соответствует бюджету, но тем не менее. Тем не менее, вот эти нюансы, они очень приятны. То есть, отполированные детали механизма. Есть вот этот отполированный акцент по краю окошка. Я бы, наверное, предпочел, чтобы он был пошире. Но в целом, в целом, приятно все выглядит. По крайней мере, окошко в циферблате не выглядит как просто дыра. То есть, акцент есть и это хорошо. Знаете, вот, что касается дизайна, опять же, мне кажется, открытый баланс как-то сильно улучшает эти часы. Какую-то такую фишечку интересную придает. Делает их как-то дороже, богаче, интереснее. Если бы здесь не было открытого баланса, а была бы просто дата и день недели, ну, не знаю, мне кажется, совсем бы смотрелось скучновато. Ну, вот в данном случае с открытым балансом, мне кажется, он, так сказать, сильно эту модель расцвечивает. Делает ее не такой пресной. Ну, вот опять же, я говорю пресной. Я не хочу ругать сейка. Потому что, ну, сейка – это канон. Это канон часов и это максимальная универсальность. То есть, если бы здесь был какой-то супер дизайн, то понятно, что уже бы часы проигрывали в своей универсальности. Здесь часы максимально универсальные, под любые жизненные обстоятельства, под любую одежду, под любую ситуацию. Они и как костюмные часы вполне себе, как классика, как повседневные, как casual, и под джинсы, и под какую-то относительно спортивную одежду можно надеть. Ну, пожалуй, что только уж совсем под спортивные костюмы их, наверное, и не наденешь. Вот. Значит, ну, что по отделке? Ну, нормальная отделка. Нормальная отделка, в общем-то, придраться не к чему. Все неплохо сделано, как я уже сказал, что вот эти верхние части ушки по характеру отделки это не столько сатинирование, сколько мотирование. Выглядит это более равномерно, чем обычно выглядит сатинирование. Красивый полированный рант, он вот так немножко над корпусом выступает. Ну, конечно, хочется логотип на заводной головке. Не знаю, кто-то, может быть, скажет, что я придираюсь, ну, вот смотришь на это на все и думаешь, ну, почему бы не сделать какой-то красивый логотип. Ну, нет. Нет. Таких изысков в этом бюджете Seiko не дает. Так, значит, что еще? Вот, смотрите, мы восхищаемся этой японской сборкой. Считаем ее чуть ли не эталонной. Но вот обратите внимание, что, например, метка на час дня не очень ровно наклеена. Видите, если ориентироваться на вот этот рант по краю циферблата, на вот эту минутную разметку, то метка на час не очень ровно стоит. Метка на два часа тоже стоит не идеально ровно. То есть, на самом деле придраться есть к чему. Даже в японской сборке не надо ее идеализировать. Это понятно. Так, значит, что у нас по браслету? Смотрите. Браслет в целом неплох. Он очень массивный. Он такой тяжелый. И часы в целом тяжелые. Он выглядит как литой. Но, знаете, я, наверное, не поставлю свои деньги на то, что это именно цельнометаллический литой браслет. Но выглядит при этом очень солидно. Очень неплохо. Но при этом, как всегда у бюджетных китайцев, у нас вот такая вот гремящая максимально простая застежка. Да, она удобная. Да, она плоская. Удобная в носке с фиксатором. На фиксаторе надпись сейка. То есть, по удобству проблем нет. Большая микрорегулировка. Все хорошо. Но при этом она максимально бюджетная, штампованная. То же самое у нас с концевыми звеньями. Видите, концевые звенья у нас штампованные. Причем они еще и не идеально сюда подогнаны. Видите, края ушек у нас над звеном возвышаются. И с этой стороны все то же самое. И смотрите, что интересно, что у нас даже длина вот этого концевого звена не соответствует длине ушек. Видите? То есть, края ушек у нас выступают за края этого звена. Но опять же, опять же, если покупаем японские часы, надо просто к этому привыкнуть. Надо относиться к этому философски. Потому что какие-то выдающиеся браслеты на бюджетных японских часах, ну, этого просто не бывает. Это вот, знаете, из разряда фантастики. Вот. Но при этом, если вы насмотрелись на китайские микробренды и берете в руки такие вот сейка, то, конечно, какой-то элемент разочарования вы от этого получите. Если вы не какой-то супер эстет браслетов, то этот браслет вас полностью устроит. Нормального качества, очень приличный браслет. Вот почему я говорю, что я не поставлю свои деньги на то, что он литой. На то, что он действительно цельнометаллический. Вот два звена, которые я снял с этого браслета. То есть, у меня запястье 19 см. При этом я снял два звена. То есть, как видите, браслет достаточно длинный. На большое запястье подойдет. Вот. Значит, смотрите. Вот с торца мы видим, что вроде бы он цельнометаллический, да? Вроде бы нигде нет никакого намека на то, что это штамповка, на то, что здесь каким-то образом был свернут металл. Вроде бы это цельнометаллический браслет. С другой стороны, вот обратите внимание, что на торце браслета видите, видны такие поперечные бороздки на полировке. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда вставляли шплинты, когда браслет собирали, разные слои металла каким-то образом имели какие-то микродвижения относительно друг друга. И за счет этого нарушилась цельность вот этой полировки по торцу. То есть, такое ощущение, что браслет сделан из согнутой пополам и отштампованной полосы металла. Вот видите, эти бороздки, эти дефекты на полировке, они есть и с одной стороны, и с другой стороны. Но при этом, когда смотришь вот здесь с торца, ничего не говорит о том, что это не цельнометаллический браслет. Может быть, он цельнометаллический, но не литой. Я не знаю, в общем. Японцы большие затейники в плане технологий. Поэтому, я думаю, в этом нет смысла копаться. В целом, повторюсь, браслет приличный. Хотя, вот опять же, обратите внимание, что он не трехзвенный. Вот это у нас звено целиковое. Целиковая вот эта средняя часть, это просто выштамповка, просто сделанный такой рисунок. Так звено цельное. Не из трех составляющих, а вот такое. Ну, как-то так. Как-то так. Вот эти бороздки на торцах звеньев, видите, они есть везде. Везде вот этот эффект нарушенной полировки торцов звеньев. Причем, вот обычно, обычно, на литых цельнометаллических браслетах не все звенья собраны на шплинтах. На шплинтах собраны только крайние. А вот эти вот звенья, которые ближе прилегают к корпусу, они неразборные. Очень часто идут. Здесь вот, как видите, все звенья собраны на шплинтах. То есть, любое звено можно снять. В общем, не знаю. Не знаю. Не буду ничего утверждать, но повторюсь, что у меня нет стопроцентной уверенности, что это цельнометаллический литой браслет. Так. Ну, что еще? Знаете, на этом, наверное, обзор можно было бы и заканчивать. Но я вам не рассказал самого интересного. Почему же я выбрал именно эти часы? Именно эту линейку? Значит, смотрите. Давайте зайдем немножко издалека. У Seiko есть базовая линейка Seiko 5. Вот эти самые дешевые, самые бюджетные, самые доступные механические часы от Seiko. Там огромное количество моделей. Их очень много представлено в том же магазине Creation Watches на Джуме. И стоят они в среднем от 12 до 15 тысяч рублей. Без скидок. То есть, самая такая базовая, самая доступная механика от Seiko. И многие считают, что вот именно вот эта базовая линейка Seiko 5, это именно те аутентичные. Именно те самые настоящие, самые такие Seiko, которые вот имеет смысл как раз у Seiko покупать. Потому что это вот исторично. Эта линейка выпускается много-много лет. В этом много историй. В этом много наследия. И это интересно прежде всего. С одной стороны, да. С другой стороны, тут надо понимать, что... Выскажу сейчас свое личное мнение. Может быть, со мной многие не согласятся, но тем не менее. Вот на мой взгляд, эту линейку базовую Seiko 5 нельзя назвать нормальными, адекватными, современными часами. Почему? Ну, прежде всего, там стоит морально устаревший механизм 7S. Опять же, многие считают этот механизм самым лучшим у Seiko. Считают, что вот именно он самый надежный, самый беспроблемный, самый неприхотливый. Но! Но! У него нет возможности ручного завода. То есть, что это значит? Что вы часы должны либо постоянно носить, либо их трясти, чтобы автоподзавод набрал какой-то ресурс, и у вас часы не остановились. Если это единственные ваши часы, то, наверное, да. Но, если у вас не одни часы, если вы их периодически меняете, то, конечно, отсутствие ручного завода, ну, в моем понимании, это крайне неудобно. И никакого смысла в этом нет брать в современном мире такие часы, которые невозможно вручную подзавести. Плюс, я так понимаю, что у этого механизма просто обязан быть очень сильно выражен такой фактор, как изохронная погрешность. Потому что понятно, что в обычном варианте у нас часы стоят, мы их взяли, подзавели, оборотов на 10. Кстати, вот у механизма 4R или NH много оборотов заводной головки до полного завода, 55 оборотов. То есть, их можно заводить не на 10 оборотов, а оборотов на 20-25. То есть, мы их подзавели, выставили время, надели и начали носить. То есть, мы их начинаем носить из состояния, когда пружина уже имеет определенную степень сжатия. И у нас за достаточно небольшой период времени автоподзавод выводит пружину на свою нормальную степень сжатия при работе на автоподзаводе. Ну и, соответственно, у нас часы начинают идти достаточно точно, если мы их настраиваем именно под режим работы на автоподзаводе. Что у нас в механизме 7С происходит? Мы надеваем часы из состояния, когда они стояли. И пока у нас автоподзавод выведет пружину на свою нормальную степень сжатия при работе на автоподзаводе, может пройти, ну я не знаю, может быть даже целый день. Может быть даже целый день, если вы, например, все время сидите за столом и достаточно спокойный образ жизни ведете. То есть, за это время у вас изохронная погрешность безусловно сработает, потому что пружина распущена. И, ну, часы, наверное, значительно убегут. Я думаю, что так. То есть, вот с механизмом 7С, ну, это мои идеи, мои теории, может быть, они не подтвердятся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого есть такие часы, там, прав я или не прав. Но, тем не менее, я думаю, что чудес на свете не бывает. Если у вас механизм 7С и у вас часы стояли, то вы их должны либо активно какое-то время потрясти, потом выставить время и начинать носить. Либо, если вы их надеваете и начинаете носить сразу в состояние простое, то, соответственно, вы сначала выставили время, походили в часах там чуть ли не целый день. Они у вас сильно убежали, вы потом заново выставили правильное время и у вас уже часы при достаточно сжатой пружине на автоподзаводе начинают уже более или менее нормально работать, более или менее показывать время. То есть, надо два раза выставить на них время, так сказать, сделать эту корректировку, чтобы компенсировать вот это вот действие, вот этой изохронной погрешности на том длительном периоде, пока у вас пружина из состояния полного расслабления приходит в состояние, когда она уже достаточно сжата для нормального режима работы на автоподзаводе. Вот как-то так. Наверное, Ломана объяснил, но я думаю, что понятно. То есть, да, конечно, механизм 4R предпочтительнее. Хотя, повторюсь, многие считают, вот многие топят именно за 7S, что вот это вот именно тот самый аутентичный сейк, а 4R это вот уже не то пальто. Это уже не так надежно, не так круто. Ну, не знаю, мне вот нужен ручной завод, я не вижу смысла покупать часы без ручного завода. Значит, идем дальше. Какие еще нюансы в базовой линейке Сейка-5? Там низкая водозащита. Всего 30 метров. То есть, это защита от брызг. В часах можно помыть руки, можно попасть под легкий дождичек, но не более того. Следующий нюанс. Там отвратительного качества штампованные браслеты. То есть, браслеты, если кто никогда не брал в руки вот эти базовые Сейка-5, браслеты по качеству абсолютно сопоставимы с той штамповкой, которая идет на базовых востоках, например. То есть, да, с этим можно смириться, с этим можно жить, но по большому счету, такой браслет хочется сразу выкинуть и поменять на что-то другое. Ну, и последний нюанс. Там достаточно компактный форм-фактор. 36-38 миллиметров. Опять же, сугубо дело вкуса. У меня вот среди подписчиков моего канала огромное количество людей, которые любят компактные часы и топят именно за этот размер. Ну, вот мне, как крупному взрослому мужчине с запястьем 19 сантиметров, оптимален размер 42 плюс-минус. Там от 41 до 43 миллиметров. Вот это мой оптимальный любимый размер часов. 36-38, ну, совершенно мне не подходит. Да и вообще, я думаю, что в современном мире все-таки нормальный размер мужских часов это от 40 миллиметров. Ну, в крайнем случае от 39, если массивный корпус. То есть, часы, которые меньше, часы, которые компактнее, ну, смотрятся, скажем так, уже не как мужские. Они смотрятся как подростковые или как, например, женские. Опять же, мое сугубо личное мнение. Можете спорить, можете не соглашаться. Но вот говорю чисто от себя. Вот у меня в свое время были часы ракеты Коперник 80-х годов выпуска. Они мне очень нравились. Очень красивые, необычные часы в таком черном корпусе с золотой круглой стрелкой. Ну, супер, супер. Я их пытался носить и так, и эдак. И разные браслеты подбирал и помассивнее, и пошире. Но я понял, что нет. Нет, я не могу их носить, потому что просто я их воспринимаю как женские часы. Либо как женские, либо как подростковые. Слишком они маленькие. Вот как-то так. Значит, кроме вот этой базовой линейки Seiko 5, есть и модели чуть подороже. Там, значит, чуть повыше водозащита 50 метров. Там побольше корпус, где-то в районе 42 миллиметров. Но такой же механизм и такой же штампованный браслет. И вот что хочу сказать, что вот эта линейка SCVE, вот эта вот модель, которую я выбрал, это, скажем так, минимальный ценовой уровень, в котором Seiko уже дает нормальные адекватные часы. Которые уже хочется носить, на которых уже ничего не хочется менять, где не хочется выкидывать браслет. Хотя, как я уже сказал, тут браслет, в общем-то, если сравнивать с китайцами за те же деньги, совершенно не выдающийся. Потому что и застежка штампованные, и концевые звенья штампованные. И сам по себе браслет, ну, скажем так, ну, китайцы за эти деньги дадут намного лучше. Но, тем не менее, тем не менее, его не хочется выкинуть. Это факт. То есть, здесь и нормальный форм-фактор, и современный адекватный механизм, и нормальная водозащита, и как-то хочется этими часами наслаждаться. Вот все, что я смотрел дешевле, и базовую линейку Seiko 5, и чуть подороже, все это как-то, ну, по качеству меня не устроило. Вот это минимальный ценовой уровень, где-то район там 23-25 тысяч рублей, где уже Seiko дает какие-то такие часы, которые реально можно носить, и реально ими наслаждаться. Вот для меня это так. Вот, ну и, знаете, на этом, наверное, все. На этом, наверное, все. Это все, что я хотел рассказать об этих часах. То есть, в целом, мне часики нравятся, но повторюсь. Знаете, вот, как единственные часы на каждый день. Я бы, наверное, их не хотел иметь по той причине, по которой я уже сказал. Они как-то для меня пресноваты. Не хватает здесь эмоций, не хватает здесь какого-то ярко выраженного такого острого дизайна, скажем так. Какой-то остроты в них не хватает. Хочется меточки повыше, хочется надпись вот эту накладную Seiko более рельефную. Ну, и как-то хочется вот от них чуть большего. Хочется логотип на заводной головке и так далее. Ну, опять же, делаем поправку на то, что это Seiko. То есть, это бренд, где мы в том числе платим за бренд. И, скажем, даже если сравнивать Seiko и Orient. И, в общем-то, по факту, покупая Orient, мы все равно покупаем Seiko. Потому что у нас Orient принадлежит Epson, а Epson у нас входит в Seiko Group. То есть, так или иначе, Orient уже принадлежит Seiko. Но, тем не менее. Тем не менее, если сравнивать Orient и Seiko, то Orient как-то по дизайну дает чуть больше. Как-то по качеству дает чуть больше. Он как-то всегда старается сделать так, чтобы порадовать. Чтобы было интересно, чтобы было классно, чтобы был какой-то вау-эффект. Вот у Seiko как-то все наоборот. Вот они стараются сделать максимально такие лаконичные часы, которые точно не будут вас раздражать. При этом они подойдут под любые жизненные обстоятельства. Они максимально универсальны. И, наверное, в этом тоже большой плюс. И, конечно, если вы увлекаетесь мануфактурной механикой, то хотя бы одни Seiko в коллекции должны быть. Потому что, ну, это характерные, такие исторические японские часы. Ну, в общем, я думаю, что дальнейшие комментарии излишни. Seiko есть Seiko. И, как бы, увлекаясь мануфактурными часами, безусловно, в коллекции они должны быть. И вот у меня они тоже есть. В целом, я повторюсь, мне нравятся эти часы в целом. Но вот носить их постоянно я бы не хотел. Потому что, ну, скажем, как-то немножко пресновато. Но, опять же, открытый баланс ситуацию немножко спасает, немножко выравнивает. Вот. Что у нас здесь по комплектации? Ну, вот часы поставляются в такой вот коробочке с намеком на перерабатываемые материалы. Внутри у нас подушечка. Типа лен, не лен. Ну, наверное, лен. То есть, опять же, заботимся об экологии. Такая приятная коробочка. Ну, понятно, что она бюджетная. Но, в принципе, если сравнивать вот с теми базовыми коробками, то там, конечно, все похуже. Здесь как-то все поинтереснее. Так, есть еще такой вот гарантийный талон. Обратите внимание, внизу написано «Гарантия поддерживается только в Японии». Соответственно, все у нас здесь на иероглифах. И вот интересная надпись. Видите, стоит штамп «Amazon.co.japan». То есть, получается, что продавец у себя в Японии покупает эти часы на Амазоне, а потом на Джуми перепродает на… Наверное, так. Вот. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Значит, что касается проблем с Ютубом, то я буду дублировать этот и все последующие ролики на Дзене. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Есть также телеграм-канал. Есть также вкладка «Сообщество» на этом Ютуб-канале. Кто интересуется самостоятельной настройкой механических часов, переходите, присоединяйтесь. Много полезной информации. Значит, что касается других площадок, то, честно вам скажу, мой канал остается абсолютно не коммерческим. У меня нет никаких помощников, у меня нет никаких администраторов, которые бы постили видео на куче каких-то возможных каналов. Честно говоря, альтернатив Ютубу я пока не вижу. Если какие-то реальные альтернативы появятся, ну, буду их рассматривать. Возможно, перейду туда. Пока Яндекс.Дзен, то есть, если не получается посмотреть ролик на Ютубе, пожалуйста, переходите на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Все. Спасибо большое за внимание. Как всегда, всем желаю хорошего настроения, удачных выгодных покупок. Берегите себя. До связи.